Кубань – сельскохозяйственный регион, и здесь всегда будут востребованы аграрные профессии. В Славянском районе специалистов для сферы сельского хозяйства начинают готовить еще со школьной скамьи. На базе станции юных натуралистов уже третий год подряд во время каникул открывается летняя агрошкола. Чему учат там детей узнавали наши корреспонденты. Летняя агрошкола начала работать в конце июня. Ее посещает 20 талантливых и увлеченных естественными науками ребят из школ города и района. В течение 21 дня они будут изучать основы агрономии, зоотехники, ветеринарии, почвоведения, агрохимии и мелиорации. Занятия настолько интересны и разнообразны, что многие школьники сюда приходят уже не первый год. Учащаяся лицея номер один Анастасия Мишакова летнюю агрошколу посещает третий раз. Здесь очень интересно. Мы регулярно ездим на экскурсии. Со мной ходят мои друзья. Мы ухаживаем за клумбами. Здесь есть станции, где животные. Их можно выгуливать после агрошколы. Мне интересно узнавать новую информацию о растениях, о животных, ухаживать за ними. В программе агрошколы ежедневные практические занятия на базе учебно-опытного участка станции юных натуралистов. На своем мини-огороде ребята под руководством педагогов выращивают помидоры, капусту, перец, малину, смородину, а также лекарственные травы. Учатся ухаживать за растениями, пропалывают их, поливают. Для получения хороших урожаев подвязывают и посынкуют. Для увеличения урожая каждое растение необходимо формировать. Если мы не будем следить за его зеленой массой, оно начнется чрезмерно разрастаться, и у нас будет большой красивый зеленый куст, но с очень мелкими плодами. Для того, чтобы наши плоды были более высокими, качественными и крупными, необходимо удалять лишние побеги, разнопобеги. Эта процедура называется посынкование. Полученные знания пригодятся ребятам как в повседневной жизни, так и при выборе будущей профессии, уверены педагоги. Ребята узнают основные методы выращивания растений, ухода за почвой, почвенному анализу, как можно определить полудородие и качественный состав почвы. Мы производим даже химические опыты, то есть тестирование некоторые элементы химического состава почв, а также меры защиты растений. То есть они изучают, какие вредители бывают. Не секрет, что связано с агропромышленностью, не связано с работой только на земле. К примеру, химики, которые создают средства для защиты растений. Другие ребята выберут профессию инженера по созданию техники. А третьи выберут вплоть до генетики, непосредственно работая, создавая новые сорта, повышая качество урожаев и обеспечивая Россию здоровой пищей и богатым урожаем. На опытном участке и на клумбах ребята трудятся с утра, а после отправляются на теоретические занятия. Каждая лекция посвящена определенной теме. В день, когда мы снимали репортаж, школьники изучали основы мелиорации, пробовали с помощью обычного стаканчика и трубочки сделать капельное орошение. Кроме этого, школьники проводят экологические акции, участвуют в творческих квестах, а также ухаживают за животными, как на станции ЮНАТОВ, так и за белками в сквере любви. В общем, каждый день наполнен интересными открытиями и общением с живой природой. Анна Монастыренко, Александр Костицын, программа «События».